Хранилище вычищены и приготовлены для закладки силоса. Наступает день уборки кукурузы на силос. Для успешного хранения силоса необходимо следовать строгим правилам. При выращивании кукурузы на силос сбор урожая является важнейшим этапом. Главная цель – сохранить качество и количество собранной кукурузы и превратить ее в аппетитный, энергетически ценный силос, обеспечивающий питание молочных коров в зимний период. Кукурузу необходимо собирать при уровне сухого вещества всего растения 30-36%. Если сухого вещества меньше 30%, существует риск протекания хранилища и, соответственно, потери сахара в соке. К тому же, при слишком ранней уборке растение не успевает достигнуть максимальной урожайности, и содержание крахмала в ней относительно низкое. Если уровень сухого вещества выше 36%, могут возникнуть проблемы с уплотнением массы, что повлечет за собой проблемы хранения и нагрева силоса при открытии хранилища. Напомним, что оптимальный период сбора урожая – тогда, когда в зерне равномерно распределяются мучнистые, молочные и роговидные слои. Но как заблаговременно определить эту стадию? Чтобы определить момент появления стекловидной пластинки в зернах центральной части початков, поле необходимо осмотреть через несколько недель после завершения цветения. Когда на зернах появляется стекловидная пластинка, уровень сухого вещества во всем растении достигает приблизительно 25%. В этот момент можно спрогнозировать оптимальный срок для сбора урожая, а следовательно, предупредить хранилище о завозе силоса. Очень важно правильно организовать закладку кукурузы на хранение. Особое внимание следует уделять уплотнению силоса. Необходимо удалить из силосной массы максимальное количество воздуха перед закрытием хранилища. Скорость сбора урожая определяется уплотнением силосной массы, а не наоборот. При нынешних силосорезках с 10 или 12 рядами ножей и мощными барабанами именно на уплотнение силосной массы становится ограничивающим фактором. В большинстве случаев, если нельзя увеличить вес трактора у трамбовщика, прилагаются все усилия, чтобы заложить одновременно два хранилища, сохраняя таким образом необходимое минимальное время уплотнения одного слоя в 20 сантиметров при выгрузке каждого барабана. Это означает, что в одном хранилище работает два трактора. Также следует проверять фракцию нарезки силосной массы. Нарезка силоса преследует две противоположные на первый взгляд цели. Тонко измельчить силос, чтобы силосная масса лучше уплотнялась, но в то же время оставить частички определенного размера, которые потом пережевывают животные. Действительно, частички более 20 миллиметров негативно повлияют на сохранность силоса. Также от них откажутся животные, снижая на это время свое потребление. И наоборот, частички размером от 10 до 20 миллиметров охотно пережевываются молочными коровами. Рассмотрим на примере. Мы заполнили ведро емкостью 10 литров. Высыпаем содержимое на вибрационное сито. В этом аппарате две решетки позволяют отделить крупные куски и средние частицы от остальной массы. Сначала наш образец проходит через первую решетку с расстоянием между прутьями 20 миллиметров. Движения сито должны быть быстрыми. От 50 до 70 полных ходов в минуту. Каждый раз сито ударяется о стенку. Таким образом мы отделяем и собираем крупные куски. В случае с нашим ведром емкостью 10 литров объем крупных кусков не должен превышать объем стакана на 100 миллилитров, то есть примерно 1% объема силоса. Таким же образом отделяем средние частицы благодаря второй решетке с расстоянием между прутьями 10 миллиметров. Объем собранных кусочков не должен превышать объем 10 стаканов по 100 миллилитров, то есть 10% всего объема силосной массы. Хранилища обязательно должны содержаться в чистоте, поэтому на колесах тракторов не должно быть веществ, которые могут навредить процессу ферментации силоса. Подъезды к хранилищу обустраиваются таким образом, чтобы в них не попадала земля. Перед уплотнением колеса тракторов следует очищать. Как только силосная масса измельчена и хорошо уплотнена, остается только закрыть хранилище. Считается, что в силосной массе с 30% сухого вещества содержится приблизительно 1 литр воздуха на килограмм сухого вещества. За 2-3 часа этот литр воздуха поглощается микроорганизмами и растительными клетками, в результате чего запускается процесс ферментации. Когда уровень сухого вещества всего растения выше 35%, в хранилище закрывается также от 2 до 4 литров воздуха на килограмм сухого вещества. Следовательно, требуется больше времени на поглощение этого воздуха. К тому же, растительные клетки менее активны, поэтому процесс ферментации запустится позже. Хранимая масса будет дольше подвержена нежелательным процессам брожения. Чтобы перекрыть поступление воздуха в хранилище, в течение всего периода хранения силоса важно использовать два слоя пленки. Первый слой тонкий, 40-50 микрон толщиной обеспечивает герметичность хранилища. Он хорошо прилегает к поверхности массы, образуя меньше воздушных карманов на поверхности. Основная функция второго слоя пленки в 100 и больше микрон толщиной защищать хранилище от дождей, солнца и животных. Он усиливает воздухонепроницаемость хранилища. Для хорошей непроницаемости оба слоя пленки должны максимально плотно прилегать к стенкам и полу. С целью герметичного закрытия хранилища на пленку укладывается защитная сетка, а затем груз. При этом пленка должна плотно прилегать к силосной массе. Теперь хранилище заполнено, силосная масса стабилизируется. При каждом открытии для забора силоса на корм животным фаза стабилизации прерывается. Под действием кислорода дрожжи и плесень активизируются и могут спровоцировать нагревание массы и потери сухого вещества. Во избежание этого срезанная поверхность должна регулярно увеличиваться на 10 сантиметров в день в зимние месяцы и на 20-25 сантиметров в день в теплое время года. В заключение следует сказать, что результаты молочного производства зависят от качества силоса и правильности его хранения. Поэтому в день сбора урожая не пренебрегайте такими принципами, как… Именно фермер определяет оптимальную дату сбора урожая. Именно фермер определяет размер фракций для измельчения кукурузы. Именно фермер следит за хорошим уплотнением массы и, следовательно, устанавливает скорость закладки силоса. И, наконец, именно фермер следит за тем, чтобы хранилище было хорошо закрыто и безупречно герметично для сохранности продукта.